От пациентов с сентября 2022 года боли в горле при глотании по биопсии СГ. Язычок и мягкое небо увеличены, бугристы. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 65 лет. Дата исследования 15 ноября 2022 года область исследования – мягкие ткани шеи. На сере МСКДа области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованной трехмерной реконструкции. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, переднее и заднее шейное области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Правая черпала надгортанная связка увеличена, за счет мягкотканного образования активно накапливающего контраст, размером 16 на 14 на 17 миллиметров, с вовлечением в процесс правой стенки гортани. Грушевидный синус справа также вовлечен в процесс. Справа визуализируются многочисленные лимфоузлы, формирующие цепочку, размером по короткой оси до 12 мм. Кнутри от правой внутренней сонной артерии, на уровне телос 2, лимфоузел шаровидной формы, активно накапливающий контраст, диаметром 18 мм. Слева визуализируются многочисленные лимфоузлы до 6 мм по короткой оси. Подъязычная кость структурна, контуры голосовых связок четкие, ровные, трахеи без особенностей. Правое поднижнечелюстное слюнное железо размером 22 на 22 на 35 мм, левое 18 на 13 на 29 мм. В остальном структура и размеры околоушных слюнных желез неизменены, контуры их четкие. Сосуды шеи без видимой патологии. Косно-деструктивных и свежих косно-травматических изменений не выявлено. КТ-признаки выраженных дегенеративно-дистрофических изменений, кипотической деформации, с вершиной вспять, шейного отдела позвоночника. Носовая перегородка С-образно искривлена. Признаки отека слизистой оболочки гайморовых пазух, воздухоносных клеток решетчатого лабиринта. Заключение. КТ-картина надсвязочного образования гортани, лимфоадинопатии шеи. КТ-признаки увеличения правой поднижнечелюстной слюнной железы, полисинусита, искривления носовой перегородки, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений, кипотической деформации шейного отдела позвоночника. 16 ноября 2022 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. К сожалению, ничего нового сказать невозможно. В верхнем отделе гортани определяется достаточно крупная опухоль, которая активно копит контраст, что является неблагоприятным признаком. Также увеличены многочисленные лимфоузлы больше справа, увеличена поднижнечелюстная слюнная железа, но мой взгляд, ее увеличение скорее не связано с опухолью. Вам нужно проконсультироваться у онколога и начинать лечение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok